Данный материал содержит элементы рекламы. Сейчас мы все-таки поговорим о том, каким образом сделать так, чтобы вы, когда будете просыпаться, чувствовали себя хорошо и бодро. И на вопрос, как вы выспались, вам не приходилось отвечать, куда высыпались, да, потому что слышим... Перематом. Да-да-да, вот. В общем, есть некоторые рекомендации для того, чтобы высыпаться все-таки получалось хорошо. Давай ты начинай. Давай. Итак, подушка на 70% влияет на качество сна. Температура в спальне на 69% влияет на качество сна. Если слишком холодно или слишком жарко, то есть риск плохо выспаться. Чтобы избежать бессонных ночей, эксперты рекомендуют, чтобы в комнате, где мы спим, температура воздуха была от 18 до 20 градусов. Не больше и не меньше. Свет в спальне на 57% влияет на качество сна. И медики рекомендуют задергивать шторы. Постель может быть тревожным фактором качества сна. Она оказывает влияние на целых 53%. Избегайте сильно накрахмаленных или чрезвычайно душистых простыней. Кстати говоря, следующий пункт очень важный. Храп партнера является фактором, влияющим на уровень качества сна целых на 41%. Поэтому если кто-то из вас храпит, то срочно отправляйтесь к доктору. Мне в этом плане повезло. У меня жена считает, что я очень убаюкивающе храплю. Боже, как твоя жена тебя любит. Даже твой храп называет убаюкивающим. Да, она плохо говорит, плохо спит без моего храпа. Вот, это тоже еще один признак большой любви. Вообще, врачи рекомендуют использовать специальные пластыри против храпа или решать проблему хирургическим путем. Ампутированием головы. Аллергия нарушает сон на 37%, как показали данные исследования. Чтобы избежать этого, убедитесь, что в комнате, где вы спите, нет растений или животных, на которые у вас есть аллергия. Еще одним тревожным фактором, который влияет на качество сна, может быть, если кто-то спит рядом с вами. Дети могут нарушать качество сна на 28%, животные на 27%, спутник жизни, как и животные на 27%. А вот с последними двумя пунктами я не согласна. Мне кажется, что наоборот, рядом со спутниками жизни и с животными спишь крепче. Нет. Нет? По крайней мере, не на моем примере. У меня есть собака, которая, а я люблю спать, раскинув ноги. Ага, как звезда в постели. Да, да, собака любит лечь между ног. И получается, через какое-то время, когда бы ты захотел перевернуться во сне и сделал бы это абсолютно спокойно, ты не можешь этого сделать, потому что там спит собака. Ну, почему? Потому что она прижимает одеяло и все, куда ты денешься. И в какой-то момент ты просыпаешься из-за того, что у тебя затекло полтела. И это каждую ночь. Мне кажется, что здесь уже есть какая-то такая женская сторона, потому что, когда спишь рядом с партнером или с животным, чувствуешь себя более безопасно. И от этого спишь крепче. Да. Мне кажется, что это так работает. Интересная у вас, у женщин, психология. Не знаю, у всех ли. Так, подожди, ну смотри, твоя жена от храпа твоего даже лучше засыпает. Чего уж говорить-то. Я просто изначально объяснял, что таким образом мы защищаем наше жилище от посторонних животных. Ага. Да. То есть в твою квартиру ломятся дикие животные, это так же. Боятся храпа, да, и убегают прочь. То есть так громко ты храпишь. В общем. Ладно. В общем. В общем. Пите хорошо. Да. И желательно не храпите, а наоборот делайте все для того, чтобы ваш сон был максимально комфортным. А мы прямо сейчас, как всегда, будем рассказывать о сегодняшней дате. 22 ноября 1946 года в Англии впервые поступили в продажу шариковые ручки. При этом в Нью-Йорке шариковая ручка поступила в продажу практически годом ранее, 29 октября 1945 года, а была запатентована в Америке еще 30 октября 1888 года. Также 22 ноября в 1960 году запорожский завод «Коммунар» выпустил первую партию малолитражных автомобилей «Запорожец». Ну а с чем еще связана сегодняшняя дата, вот об этом расскажем вам, как всегда, далее. Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей. В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. И хочется верить, что пройдет год-два-пять, и День сына станет таким же известным и популярным праздником, как День матери и День отца, встав в один ряд с датами, когда родные и близкие люди дарят друг другу теплые слова, заботу и любовь. 22 ноября 1960 года в СССР была выпущена первая партия автомобилей «Запорожец» – ЗАС-965. Первый «Запорожец» стоил 16 тысяч дореформенных советских рублей. И первая партия машин вмиг разошлась по заждавшимся очередникам. Довольно быстро советский народный автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Горбатый «Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года. А дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 22 ноября ежегодно в Ливане отмечается День независимости. Этот день стал праздничной и в то же время памятной датой в честь освобождения страны от французского мандата, осуществлявшегося над ливанскими землями более 23 лет. Торжества в честь Дня независимости проходят по всей стране. Но особенно многолюдно в этот день в столице страны Беруте, где проходит большой военный парад. На улицах оживленно, после окончания парада в небо поднимаются сотни красных, зеленых и белых воздушных шаров. Мода диктует новые тенденции не только в верхней одежде, например, или в платьях, но и даже в таких мелких аксессуарах, как перчатки. И несмотря на то, что на первый взгляд этот предмет кажется совсем неприметным предметом гардероба, на самом деле этот аксессуар может внести разнообразие даже в ваш повседневный образ. Помочь вам в создании личного стиля и придать шарм даже самым скучным и зимним, и осенним образом. Какими видят женские перчатки ведущие модные дома? Вот об этом давайте с вами узнаем далее. Элегантные кожаные перчатки – настоящая классика, которая подходит и под шерстяное пальто, и под дубленку. Их существенный плюс в том, что они хорошо спасают от ветра и холода, и при этом выигрышно смотрятся даже с самым строгим нарядом. Кожаные перчатки долговечные, не рвутся и довольно долго сохраняют вид при правильном уходе. Это хороший вариант для мягкой зимы, середины осени или весны. Монохром – большой тренд этого сезона. Этот способ стилизации позволяет носить самые яркие и смелые оттенки, но выглядеть при этом элегантно и сдержанно. Если одеваться с ног до головы в один оттенок вы не хотите, попробуйте подобрать перчатки в тон к верхней одежде. Такой прием сделает ваш образ более эффектным и стильным, и позволит легче вписывать верхнюю одежду в самые разные образы. Высокие, так называемые оперные перчатки, остаются на пике популярности уже не первый сезон. Они смотрятся элегантно и дорого, и делают любой образ более женственным. Из кожи замши или трикотажа – полностью облегающие или чуть свободные, яркие или базовые – вариантов масса. Главное – выбрать перчатки так, чтобы они подходили ко всей вашей верхней одежде и служили не только стильным, но и универсальным дополнением к образу. Если вы любитель экспериментов, а прием с перчатками в тон к верхней одежде показался вам слишком скучным, отдайте предпочтение контрастным моделям. Причем оттенок их должен быть не базовый, а обязательно яркий. Это отличный способ добавить в образ эффектный, но не навязчивый цветовой акцент. Теплые, уютные и мягкие трикотажные перчатки станут отличными компаньонами для прогулки в морозную, но безветренную погоду. Выбирайте модели из тонкой шерсти или кашемира, любой высоты, которая придется вам по вкусу. Это могут быть классические перчатки, закрывающие только запястье, или оперные. Отличным решением будет подобрать перчатки в цвет шапки или шарфа, на другой вязке или фактуры. Такой прием сделает спокойный образ более интересным. Для водителя первые морозы это всегда неприятная история. Да, потому что не знаешь, что в первую очередь отхлебнет, извините. Либо дверь примерзнет, либо омывайка замерзнет, либо еще чего приключится. И вообще, кому понравится, если омыватели стекол вдруг откажутся совсем работать? Да, и такое тоже случается. Но, если выбирать омывающую жидкость по рекомендации нашего автоэксперта Ивана Зинкевича, то одной неприятностью точно будет меньше. Во время первых серьезных заморозков некоторые автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой. Замерзшей жидкостью в бачке омывателя. Разберемся, что можно сделать в такой ситуации и на что стоит обратить внимание при выборе незамерзайки. Самая частая причина проблемы. В бачке еще с теплых времен осталась либо летняя омывайка, либо вообще вода. Что же делать? У некоторых старых моделей бачок омывателя легко снимается, его можно просто отнести, размораживаться домой. У других он находится недалеко от двигателя и относительно быстро отогревается, если завести мотор. Но на многих современных авто емкость расположена в переднем свесе, причем достаточно низко и далеко от горячих частей мотора. И тут главное не наделать ошибок. Если у вас замерзла жидкость в бачке омывателя, не стоит использовать открытый огонь, спирт, а также заливать кипятком. От резкого перепада температур он может лопнуть, особенно если жидкости там немного. Лучше залить средство для разморозки стекол и концентрат самой морозостойкой незамерзайки, желательно заранее слегка нагретой. Должно помочь. Если бачок полный, загоните автомобильно-подземный паркинг или в гараж и оставьте на какое-то время. Способ простой и надежный, хотя и не быстрый. Когда жидкость возвратится в привычное состояние, удалите ее, распылив через форсунки и залейте зимний состав. Прокачайте его еще несколько раз, чтобы незамерзайка разошлась по всей системе. Ну а чтобы подобного не случилось вовсе, вовремя меняйте омывающую жидкость, не ждите заморозков. Причем берите состав с хорошим запасом по температуре. Омывающую жидкость лучше выбирать и покупать в проверенных местах, смотреть, чтобы были указаны все сертификаты на каждой упаковке, которую вы приобретаете, а также голограмма производителя, сроки годности и состав. Сегодня для производства незамерзайки используют изопропиловый спирт. Он имеет резкий запах, теряет текучесть на морозе и требует высокой концентрации, что отражается на конечной цене. Увы, на обочинах еще можно встретить контрафакт на основе опасного метанола. К тому же, вместо дистиллированной воды в нем может быть обычная водопроводная, примеси которой засоряют форсунки. И в этом случае все риски несете вы сами. Второй чемпионат мира по рыбалке прошел в итальянском городе Мантуя. За призовые места сражались команды из 12 стран. Между прочим, наша команда заняла почетное третье место. О том, что наши спортсмены пережили радость и ликование, на этом видео понятно без слов. 10 пойманных рыб на соревновании и победный кубок и бронзовые медали у них в руках. А начиналось все иначе. Отборочные туры в Молдове среди 300 рыбаков, среди которых выявили 11 лучших, подготовка и нешуточная конкуренция. Такие страны, как Украина, Италия, Нидерланды, Латвия, это очень-очень серьезные спортсмены с многолетним стажем, которые имеют очень серьезный багаж знаний. Нам было сложно, но мы были уверены, потому что мы тоже все эти годы не сидели сложа руки и проводили очень-очень много выездов, как и на соревнования, как и на тренировки, как и на обычные рыбалки. Чемпионат длился 5 дней. Ежедневно нужно было преодолевать в среднем 15 километров со снаряжением весом 10 килограммов. А тут еще выяснилось, что рыбаки из других стран экипированы лучше. На помощь пришел командный дух. Многих приманок у нас таких даже и не было, и мы не знали, как на это ловить. Нам пришлось откатиться на нашу схему все-таки и ловить по тем возможностям, которые мы здесь использовали, на наших внутренних водоемах. В итоге наши рыбаки, итальянцев, которых считали главными соперниками, оставили далеко позади. Уступили с небольшой разницей лишь Румынии и Нидерландам. Хай, Молдова! К подготовке к следующему чемпионату, он пройдет в 2024 году во Франции, спортсмены уже приступили. Предстоит пересмотреть рыболовецкий регламент в Молдове и приобрести современные снасти. А еще наши чемпионы мечтают о европейской охране рыбы. По принципу «поймал, отпусти». Ведь и сами они, все, что принесло им медали, отпустили обратно в воду. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Вот ты не раз хвастался в эфире, что у тебя есть дача. Нет, не у меня есть дача. А, не у тебя есть дача? Дача есть у мамы. Я туда время от времени приезжаю. Так, скажи, пожалуйста, ты туда приезжаешь только шашлыки жарить и есть? Или еще и ухаживать, может быть, за деревьями? Ну, шашлыки, конечно же, жарить. Зачем еще ездить на дачу к маме? Все с тобой понятно. Ездил бы я на свою дачу. Возможно, я бы там что-то своими руками и делал. А когда приезжаешь к маме, ты приезжаешь куда? В гости. Понимаешь? Ну, ладно. Можешь гостей заставлять работать. Вот такая у тебя логика. Ну, ладно, если вы все-таки на дачу ездите не только шашлыки жарить, но еще и деревья подрезать, то у нас есть несколько советов для вас. Примета проверенная не одним поколением дачников. Если за окном листопад, значит, пора проводить обрезку плодовых деревьев. Причем делать это можно вплоть до наступления устойчивых заморозков. И от того, насколько грамотно вы проведете эту процедуру, зависит не только будущий урожай яблок и груш, но и то, как перезимуют любимцы сада. Вера, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Я вижу, вы заняты сложными математическими расчетами. Да. Ищу острые углы, и вот как раз собираюсь их обрезать. Ну, высекатор достали рано. Решение любой математической задачи в первую очередь зависит от порядка действий. Из чего же мы тогда начинаем? А для начала вам понадобятся грабли. Грабли в руки, мы сгребаем опавшие листья подальше от садовых деревьев. В прелой листве прекрасно зимуют споры грибковых инфекций и вредители, которым после пробуждения весной даже искать добычу не придется. Родная яблонька уже здесь. Вот теперь можно доставать и секатор, обязательно обеззараженный. От острых углов, конечно, нужно избавляться, потому что они могут разломиться, нанести вред дереву, но и о санитарной обрезке тоже не стоит забывать. Это сухие, больные и поломанные веточки, да? Да, совершенно верно. Вот как это, например. Вы ее обрезаете прямо вот здесь, на кольцо, не оставляя пеньков, чтобы лучше зарубцевалось. Не оставляя пеньков, срезаем мы поврежденные ветви. Глубокие царапины и морозобоины, что образовались при разнице температур, станут отличным пристанищем для бактериальной инфекции. Хорошо развиваются патогены и в слишком загущенной кроне. Там, где побеги растут близко друг к другу, перекрещиваются, тянутся строго вверх, внутрь кроны или свисают вниз. В итоге слабая циркуляция воздуха и нехватка света приводят к тому, что дерево часто болеет, хуже растет и плохо плодоносит. Вера, с обрезкой главное не переборщить, не отрезать все, что нам нужно. Например, цветочные почки. Вот эти, да? Да, совершенно верно. Они дадут нам урожай на следующий год. А вот эту ветку мы можем укоротить. А здесь же тоже цветочные почки. На этой ветке все почки мы срезать не будем, а срежем на одну вегетативную, тем самым ветка будет куститься и даст нам больше урожай. Больше яблок. Что еще нужно садоводу? Главное знать меру. Обрезаем не больше 30% от всей кроны, чтобы дерево не ушло в зиму в стрессе. Не оставляем без внимания и декоративные яблони. На них, в отличие от обычных, больше урожая не принесут, зато украсят участок. Это такая красавица, только из нее шарик-то не получается. Ну, это и не должен быть шар. Это декоративные яблоня в форме куста. А на какие ветки обратить внимание? Что обрезать, что оставлять? Ну, правила обрезки те же самые. Убираем острые углы, прищипываем побеги текущего года. Перекрещивающиеся. Ну, перекрещивающиеся, да. Их можно убрать. Но, с другой стороны, мы можем потерять декоративность. Поэтому убираем только те ветви, которые портят декоративность растения. Такую формирующую обрезку можно провести и по весне, до начала сокодвижения, когда набухают почки. Но в новом сезоне у дачника и так полно забот. Поэтому часть работы смело переносите на осень. В это время года будет не лишним обрезать и косточковые деревья. Вишни, сливы, абрикосы. Прореживаем их крону, убираем острые углы, больные и поврежденные ветки. Но не трогаем побеги текущего года. Вот эти? Чем они отличаются? Они более светлые и чуть тоньше, чем побеги прошлых лет. Это главное отличие от семечковых культур, потому что на побегах этого года созревает урожай в следующем году. И чтобы новый сезон ничто не омрачало, все раны, оставшиеся после обрезки, нужно обязательно обработать, чтобы предотвратить растрескивание древесины. В первую очередь это касается срезов диаметром больше двух сантиметров. Екатерина, вот я подготовилась в садовый вар. Вера, это устаревшее вещество. Ему еще и наши бабушки пользовались. И установлено, что под ним скапливается инфекция, происходит намокание. А у вас что тогда? У меня специальная паста. В своем составе содержит фунгицид. И обеззараживает срез. Техника до чего дошла? И удобно, кстати. Под цвет коры. К слову, о коре. Ну, а белить-то будем? Красоты наведем? Ну, побелка не для красоты, а для защиты растений от морозобоин, от солнечных ожогов. И это уже устаревший метод. Есть более современный... Спанбонд. Спанбонд, лутросил. Да, любой нетканный материал белого цвета, который утепляет и прекрасно отражает солнечный свет. А отразить атаку грибковых инфекций поможет опрыскивание кроны мидсодержащими препаратами. Мордовской смесью, медным купоросом. Но важно успеть провести обработку до заморозков. При температуре ниже плюс пяти средство просто не будет работать. Ну что, наши красавицы, яблоньки к зиме готовы порой нам утепляться и запасаться витаминами. Ух ты! Ну, я надеюсь, у меня в следующем году такой же вырожай будет. Еще лучше. Сергей и Ирина Ковальский из группы «Луми» представили свое новое видео с Зинзибара, где они исполняют вместе с местными жителями на пляже песню «Киуялы Молдовиняска». Далее цитата. Молдавская музыка в Африке. На Зинзибаре узнали, что такое молдавская киуялы, написали они. Ну и, как всегда, интернет-пользователи поддержали их в комментариях. Вот это сюрприз. Супер, молодцы. Браво. Ирина молодец. Драйвово весело зажгла. Киуялы! Драйвово весело зажгла. Теи망! Пеевак! Попируи! Соро, си прас! Неки! Нерлаш! Гум Peace! 'tе марий паці ла н 2016! Ша ла ла ла... Аз была меаржем ла Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Давай, давай! Субтитры создавал DimaTorzok Как узнать все тайны знаменитости, а потом их посмаковать? Необходимо посмотреть новые снимки, которые делают папарацци. Другого способа попросту не существует. Кто сейчас под их прицелом? Анна Аксенова, как всегда, расскажет все в рубрике «Светская хроника». Доброе утро! Что нужно, чтобы оно действительно было добрым? Чашечка вкусного кофе или чая, отличный завтрак, который подают помощники. Другие помощники подбирают наряд, работают над образом, планируют день, организуют встречи и никаких вам неприятностей и неожиданностей. Есть же протокол, в конце концов. Но нет, как мы знаем, царские привилегии не спасают монарших особ. И если уж их день не задался, об этом тут же становится известно всем. Хотя даже если этот день прекрасно задался, это внушительный повод для пересудов и, возможно, скандала. Еще бы! С чего это вдруг вечно печальная принцесса Монако Шарлен вдруг так развеселилась, а князь так мрачен? Дело явно не чисто решили наблюдатели. Беспокоиться заставил редкий выход супругов на матч по регби. Шарлен радостно болела за любимую команду, а Альбер всю игру просидел с каменным лицом, отмечают наблюдатели. То ли князь забыл, что вокруг фотографа, то ли устал притворяться. Но инсайдеры вновь сделали вывод, что супруги давно не живут вместе, не любят друг друга, а лишь играют на публику. АПЛОДИСМЕНТЫ Радцы видно, что и прилетели, и улетали Мэган с Гарри вдвоем, и на концерте сидели вдвоем. А где же дружная звездная компания? А компания то ли билеты рядышком не достала, то ли и не было этой компании вовсе. То есть Мэган в ней не было. Наблюдатели не исключают, что за совместный перелет со знаменитостями Гарри пришлось раскошелиться. Это не мы сказали. Но на то, чтобы посидеть рядом на концерте или в антракте вместе перекусить бутербродом, средств запланировано не было или не хватило. Хотя, может, это все придумывают недоброжелатели, которые почему-то не взлюбили милую Мэган. А вот кого сейчас поклонникам действительно жалко, так это датскую кронпринцессу Мэри. Тот день вроде очень даже сложился. Красивая Мэри выступала с отличной речью на официальном мероприятии. А в это время ее муж, кронпринц Фредерик, видел свой идеальный день по-своему. Он провел его в компании вот этой блондинки. Она дважды разведенная актриса, 47 лет Хенавива Касанова. Касанова – испанский вариант итальянской Казанова. Папарацци застали парочку в ресторане, в гостинице, дому у актрисы. Теперь, по словам инсайдеров, Мэри в слезах, а Фредерик под угрозой отставки. Стоил ли того тот его романтичный день? И знал ли принц, что существуют фотографы и камеры? Вопрос. Может, у принца Венеции день не задался? Или целая неделя? Или что вообще произошло, недумевают подданные. Дело в том, что Эммануил Филипберт Савойский заявил, что готов передать трон 19-летней дочери, принцессе Витории Савойской. Серьезно? Продолжением династии станет фотомодель с обложек глянца, и заядлая блогерша, удивились граждане. Та, которую сейчас называют рок-н-ролл-принцессой? Эммануил же считает, что Витории все удастся куда лучше, чем ему. И вообще надо давать дорогу молодым, а не повторять историю принца Чарльза, который столько ждал своей очереди. В любом случае, как бы то ни было, если кто-то не знал, что в Венеции есть свой принц, и у него есть дочь принцесса-модель, теперь это знают. Что делать, если о вас, таких роскошных, красивых, талантливых, вдруг немного подзабыли? Не сыплются интересные и выгодные проекты? Да все элементарно. Нужно просто угодить в какой-нибудь скандал или скандальчик. Такой прием звезды Голливуда давно знают и применяют. Так может, теперь уже и не только они? Посмотрим, если захотим. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Очень часто люди сталкиваются по осени с недостатком витамина D. Если кто-то думает, что достаточно всего лишь на солнышке погреться и таким образом восполнить его дефицит, то не всегда это так. И я добавлю, если вы думаете, что достаточно просто приехать в аптеку, купить себе витамин D и будет вам счастье, то нет, это тоже так не работает. Как всегда, расставить все точки на D поможет нам наш теледоктор Александр Мясников. Инструкция по применению витамин D. Ну, два года ковида нас приучили, даже не приучили, а показали, что люди с дефицитом витамина D переносят ковид тяжелее. У них чаще развиваются осложнения, дольше длится болезнь. И самое главное, вот эти постковидные неприятные ощущения, последствия тоже остаются именно у людей с дефицитом витамина D. И сейчас очень модно покупать, принимать. Правильно ли это? Ну, давайте посмотрим. Нормы. Нижняя граница витамина D у нас считается 20 нг на миллилитр. Есть несколько форм витамина D, которые переходят одна в другую, одна в другую, и потом выходят в активную форму D3. Сначала под воздействием солнышка в нашей коже вырабатывается одна форма витамина D, потом она проходит через печень, другая, и потом в почках он переходит в активную форму. Почки очень важный орган для активации витамина D и для нашего здоровья. Так вот, нижняя граница считается 20. Кто-то говорит 12. Вот меньше 12 – это уже, так сказать, серьезная болезнь. Считается, если у тебя между 20 и 30 миллилитров, вот это норма. И тебе достаточно, так сказать, находиться на солнце и правильно питаться, иметь в рационе то же молоко, ту же рыбу и так далее, и так далее. То есть продукты, богатые витамином D, помните, печень трески и так далее. Но, на самом деле, не надо долго быть. Иногда достаточно получаса в день. Но солнце все-таки должно быть. А когда небо затянуто, когда солнечная активность зимой низкая, соответственно, идет дефицит. Почему мы так на это настроены, на дефицит витамина D? Мы все знаем про витамин D и кальций. Да, витамин D необходим для всасывания кальция. Это, так сказать, основное для здоровья костей предупреждение остеопороза. Но витамин D, он недаром единственный из всех витаминов вырабатывается в нашем организме. Иногда недостаточно, но вырабатывается. Проблема в том, что это как бы гормон, который работает в организме на разных уровнях. От головного мозга, почек, клеточных мембран и так далее, и так далее, и так далее. Да, мы принимаем, и все вам скажут доктора, вы принимаете не для того, чтобы у вас не было деменции или предотвратить рак. Вы принимаете для того, чтобы были крепкие кости. Это да. Но это знаете, как пишем? Пять пишем, два в уме. Это докторские рекомендации, основанные на доказательной медицине. Но если мы посмотрим витамин D и вот внескелетное здоровье, то аспект колоссальный. Это и сердечные болезни. Вот вы все мучаетесь болями. Вот у нас страна людей с костно-мылочной болью, остеохондроз. Так вот, львинная доля из вас, это все-таки субклинический недостаток витамина D. Потому что субклинический недостаток витамина D проявляется чем? Проявляется мышечная боль. Все болеет, шею не могу повернуть. И это в том числе. Да, ну и соответственно, куда ни возьми, везде есть витамин D. Почему мы говорим о том, что все-таки мы даем витамин D именно с целью крепких костей? А потому что доказательная медицина, она вот доказывает, что если я принимаю витамин D, у меня, так сказать, все с костями хорошо. А если я принимаю витамин D, и мы считаем, сколько, так сказать, онкологии предотвратит этим, оказывается, это недостаточно. Сколько мы предотвращаем случаев деменции, сердечных болезней, недостаточно, чтобы рекомендовать. Но все-таки статистика показывает, что в группе, у кого витамин D 12 и меньше, смертность намного выше. От всех причин. Не только от рака, чего-то. Просто выше. Вот уровень смертности померили. Вот те, у которых явный клинический недостаток, она выше. Тут два вопроса. Надо ли нам регулярно всем мерить витамин D, как сейчас модно? Ответ нет. Кому надо? Беременным надо принимать. Детям с первых дней жизни витамин D надо принимать. Помните, мы про рыбий жир говорим, про омегу. Детям надо принимать. Пожилым людям обязательно надо принимать, причем, может, в повышенной дозе. Не 800 единиц, а выше, потому что они больше нуждаются в витамине D, и у них намного хуже его синтез. Когда мы говорим, не знаем. Ну, человек себя прекрасно чувствует, все, и у него нет никаких симптомов. Надо ли ему делать анализ? Наверное, нет. Но если у него болезни почек, если у него проблемы с всасыванием жиров, целиакии, допустим, и какие-то другие болезни, если он вегетарианец, и при этом не принимает витамин D в виде капсулы и так далее, потому что основной источник витамина D все равно это не рыба, не печень трески, а вот молоко, причем не само молоко, а оно промышленно обогащается витамином D. Когда впервые стали обогащать витамин D, дети стали поступать в Америке с судорогами, потому что они по-прежнему пили молоко. Много витамина D, а много витамина D может быть тоже токсичны. Считается, больше 50 уже может быть токсично. Больше равно 100 точно токсично. А это судороги, потому что накапливается кальций, потому что кальций идет за витамином D, много кальция, неврологические проявления. Помните, я говорил, что по-разному смотрят? Сейчас появились статьи, которые говорят, а это завышенная доза. 20-30 единиц – это завышенный уровень витамина D. Вы начинаете, так сказать, расширяете рынок людей, потребляющих витамин D. Вы не даете его в пищевых продуктах, в рыбе, в молоке и так далее, и так далее. И вот говорят о том, что, наверное, все-таки это избыточный уровень. Но это, опять же, статьи, это, так сказать, новомодное веяние. Но я просто к тому, что сейчас много еще пересматривается, в частности, попытки пересмотреть дозу витамина B12. Большинство международных медицинских сообществ говорят вот об этом уровне. Как минимальном, а вот ниже этого уже критическим. Так что давайте я прямо от себя скажу. Люди, витамин D – это единственный витамин, который, наверное, имеет смысл принимать. Детям, беременным, взрослым. Мы все не очень здоровые люди, уж пожилым во всяком случае. Так что у вас два варианта. Витамин D либо в капсулах, либо продукты, обогащенные витамином D. Принимайте постоянно. И еще главное. Не надо идти на солнце специально загорать, чтобы получить витамин D. Да, несколько минут на солнце резко поднимут вам уровень. Но помните, что меланома и рак кожи тоже никто не отменял. Идем дальше. В Италии открылся первый ресторан для собак. Заведение под названием «Фиуте», что в переводе на русский означает «нюхать» или «нюх животных», предлагает четвероногим широкий выбор первых и вторых блюд, закусок, десертов и напитков. И, внимание, меню. Тартар из красных креветок. О-о-о! Фетучини из кальмаров. Салат из фенхеля. Бекона с яйцом. Домашнее пармиджано с тортеллино. Я даже боюсь этих названий. Пармиджано. Вот, отлично. Говори правильно, пожалуйста. Ризотто с тартаром, домашние равиоли из трески по-римски, домашние нёки с кремом, телячья щека, в картофельном креме точнее фаршированная цесарка, жареный осьминог на гриле, тирамису, миндальная капреза с заварным кремом, ананас в сиропе. Я даже завидую этому собачьему меню. Честно говоря, у меня пока только один вопрос. Вы там совсем совесть потеряли. Я бы не то что половину, я бы каждый из этих блюд ел бы с удовольствием. А если бы меня туда еще и привели и накормили бесплатно, я бы даже гавкнул в конце в знак благодарности. Так, цены на собачьи блюда колеблются от 10 до 22 евро. Заказ подают в миске, которая подходит посетителю по размеру. Гостей рассаживают, чтобы не было конфликтов. Также, чтобы четвероногие гугманы могли расслабиться, им включают ресторанную музыку. Вот мне интересно, сколько протянет этот ресторан. Мне интересно, что будет, если запустить кошку. А мне интересно, людям там тоже подают или только собакам? А если только собакам? А ты как человек туда приперся и даже кофе себе чашечку заказать не можешь. Так вынужден ждать за порогом. Да, в общем, что с собаками в Италии делать вы теперь знаете. Можно спокойно ходить по ресторанам. Вообще, на самом деле, в той же Германии очень много заведений, куда ты просто можешь прийти с собакой, и она посидит спокойно, подождет, пока ты наслаждаешься чашечкой любимого кофе. Не, ну справедливости ради, даже в Кишиневе есть заведения, которые впускают с питомцами, но, естественно, им ничего не подают. Максимум миску воды могут налить, и это все. Справедливости ради стоит отметить, что я уже очень долго не слышал, чтобы кто-то говорил «экспрессо». А недавно зашла девушка купить кофе и попросила «экспрессо». Ты аж гавкнул, да? От раздражения зарычал. «Экспрессо». Ладно, что нас с вами сегодня ждет? Такое же глубочайшее разочарование, как было у меня, когда я услышал слово «экспрессо»? Или? Или какая-нибудь радость, что-нибудь хорошее произойдет в вашей жизни, а может и не в вашей. В общем, астрологический прогноз, как всегда, для каждого из знаков зудяка. День подарит отличные идеи, которые откроют перед вами новые горизонты. Можно реализовать старые планы, а также порадовать людей, которые для вас особенно важны. Во многом помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы не допускаете ошибок. Телец. Благоприятный день. Вам во многом везет. Шансы добиться успеха велики. Проблемы могут решаться сами собой, лишь иногда требуя небольших усилий с вашей стороны. Вы без труда найдете общий язык с окружающими. Близнецы. Непростой день в плане общения. Постарайтесь избегать разногласий и споров в первой половине дня. Это будет не так-то просто, поскольку иногда вас как будто специально провоцируют и выводят из равновесия. Рак. Удачный день, многообещающий и легкий. Пользуйтесь тем, что звезды на вашей стороне и не упускайте возможность реализовать задуманное. Можно вернуться к тому, что раньше не получалось. Сейчас вам по силам достичь нужных результатов. Лев. Неплохой день. Дела особенно важны, лучше планировать на первую его половину, поскольку она складывается особенно хорошо. Чем дальше, тем сильнее хочется отложить все начатое и просто отдохнуть. Дева. Утро будет спокойным и приятным. Грандиозные успехи в это время маловероятны. Зато будет возможность отлично провести время. Пообщаться с приятными людьми, заняться чем-то интересным. Некоторые девы вспомнят о давних увлечениях и хобби. Весы. Не лучший день для больших перемен. Жизненный потенциал снижен, вы быстрее обычного устаете, больше нервничаете и волнуетесь, рискуете попасть под чье-то дурное влияние. Важна разборчивость в контактах. Скорпион. Берегите себя. Жизненный потенциал сегодня снижен, перегрузки нежелательные. Если можно отложить дела или поручить их кому-то другому, именно так и следует поступить. Если нет, постарайтесь не трудиться в одиночку. Найдите помощников. Стрелец. День дает шанс решить семейные проблемы, над которыми вы долго ломали голову. Могут возникать мелкие трудности, недоразумения, но вы не утратите душевного равновесия и оптимизма. Отнесетесь к происходящему с юмором и обязательно найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Козерог. Не волнуйтесь из-за мелочей. Многие происшествия этого дня не так значительны, как вам кажется. Не все будет идти так, как хотелось бы. Возможно, недоразумения и трудности, но ничто не помешает вам реализовать задуманное. Водолей. Благоприятный день для общения. Старые знакомые будут рады вас видеть, а новые быстро проникнутся к вам симпатией. Обсуждение любых вопросов проходит легко. Люди охотно соглашаются с вами, не отказывают в помощи, если вы о ней просите. Рыбы. День отлично подходит для любых полезных дел. Совсем не обязательно замахиваться на что-то выдающееся и грандиозное. Успешное решение текущих задач – это тоже неплохо. У вас отлично получается наводить порядок, избавляться от ненужного. Еще раз добрейшего утра. И добрейшего утра мы говорим не только вам, но и Ольге из компании Топшоп. Ведь прямо сейчас начинается любимая рубрика Стеллы, после которой она рискует свихнуть челюсть в очередном зеве. Я думала, в очередной раз ты скажешь, ну да ладно. В любом случае, Ольга, вам здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Ольга. Попытайтесь сделать так, чтобы мы не захотели зевнуть и не захотели укутаться во все это великолепие и уснуть прямо здесь. Наоборот, как раз работа Ольги сделать так, чтобы мы хотели зевнуть, глядя на эти подушки, укутаться и прямо вот сейчас уйти спать. Не мы, а наши телезрители. Ну, понимаешь, магия убеждения работает во все стороны. В моих интересах, чтобы все любили подушки и одеяло, а кто их не любит, я даже не знаю, таких людей. Сегодня, сразу же скажу, у нас акция 1 равно 3 на всю гамму злата. То есть вы платите за один товар, получаете три товара. То есть можно купить три одеяла? Да, можно три разных, можно три одинаковых. Можно сделать себе комплект, если вы, допустим, до этого покупали у нас одеяло, но вам, вы не успели купить подушки сейчас самое время, потому что три подушки 699 лет. Это хорошо. Какие у нас есть подушки? Какие у вас есть подушки? Первая подушка. Первая ортопедическая. Вы всегда путаете это название. Анатомическая. Анатомическая, как я мог так. Да, она чуть-чуть отличается от классической, вот классическая у нас вот такая, и анатомическая. Просто у нее есть вот такой вот залом. Бугорок. Поддержание для шеи. Для шеи, да. Но кто хочет, может и так. Кому как удобно. Вообще правильно вот так. Нет, у этой нету змейки, поэтому регулировать высоту и жесткость этой подушки нельзя будет. То есть она, условно говоря, сделана специально именно так, поэтому либо она вам нравится, либо она вам не нравится. Да. Но если она вам не нравится, то есть обычная классическая. Ой, 50 на 70 подушка. А у классической уже есть. Да, змейка. И можно регулировать высотой и жесткость. Отлично. Внутри у нас наполнитель Уэлл Слип, мягкий, пушистый. У меня вот всегда был вопрос. Какой? Если вы хотите более плотную подушку. Ну просто купите две подушки, сделайте из нее одну. Ну, если сегодня такая цена, то да, собственно, почему бы иди. Да, за 699 лей взять три подушки, это прям очень хорошая цена. И также у нас есть еще одеяло. А эти подушки обе, по 699 лей. Да, и анатомическая, и классическая по 699 лей. Так, ну и теперь одеяло. И одеяло это у нас... Насколько я вижу, это зимнее. Да, оно зимнее, но на такое вот, когда у вас уже хорошо греет отопление. Оно не тонкое, не весеннее, осеннее, но и не самое теплое, зимнее, которое у нас в принципе есть. Оно у нас простегано. Если видно, видно скорее всего. Это 2 на 2? Конкретно у меня на руках 140 на 2, но есть также и 2 на 2. Это просто, Оле, было тяжело нести одеяло 2 на 2 и все эти подушки, поэтому она решила взять 140 на 2. Ну, оно ничем нет... Внешне ничем не отличается. Просто, ну там, на 60 сантиметров оно чуть-чуть шире, чем вот это 140 на 2. Что по цене на одеяло? Что по цене? Упадет? Не упадет. Если у нас 140 на 2, это 1299 лейф, если это 2 на 2, то это 1699 лейф. И опять же напоминаю, акция... Три штук? Да. 1 равно 3, вы можете скомпоновать, можете взять одно одеяло 2 на 2, одно 140 на 2 и подушку. Или три одеяла, или одеяло 2 подушки. Три подушки, абсолютно разные комбинации, но эта акция здесь и только пока мы в эфире с вами. Да. Как вы понимаете, номер телефона на экране. У Оли получилось меня убедить, потому что я уже начинаю зевать и уверена, что у вас та же самая история. А у тебя дома и весь комплект? То есть одеяло новое, подушки новые? Признаюсь, у меня есть подушки новые, а вот одеяла нового нет. Надо исправлять эту ситуацию. А вот и подумай теперь. А плюс к этому близятся новогодние праздники и близким надо что-то дарить. Поэтому если вдруг вы сторонник полезных подарков, то тогда можете тоже подумать. Мы говорим Ольге, спасибо за визит. И продолжаем наше утро. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Удивительное путешествие нашего коллеги Виталия Кудрявцева по Индии подходит к концу. Кто и зачем устроил под мостом школу? Кто зарабатывает на гигантской прачечной под открытым небом? И, наконец, почему для многих индийцев работой мечты является Болливуд? Вот на эти вопросы он и ответит. Это самая госнаселенная страна мира. Из 8 миллиардов человек нашей планеты чуть меньше полутора живут здесь. Чем живут эти почти полтора миллиарда человек? Где они учатся и работают? Что их радует и что их тревожит? О чем они мечтают и к чему стремятся? Сегодня я постараюсь ответить на все эти вопросы. Доброе утро, Индия! Индия действительно в этом году обогнала Китай по количеству жителей. Но 25% этих жителей, к сожалению, неграмотные. По уровню бедности Индия все еще на первом месте в мире. А еще больше чем в половине индийских домов отсутствует водопровод и канализация. И это рождает уникальные явления, которые для туриста экзотика, а для индийцев вообще-то национальная трагедия. Сейчас я хочу вас пригласить в одну из самых больших в мире прачечных, уличных. Занимает она около 10 гектаров. И это, по сути, один из районов города Мумбаи. Знающие люди говорят, отправляться туда нужно на рассвете, к самому началу рабочего дня. Гони! Знающие люди – это мой старый знакомый Дэв, выходец из трущоб. Без него в этом районе я могу рискнуть разве что выпить кофе в кофейне у входа в прачечную. Какая-то система, какая-то горелка стоит, интересная. В общем, целая технология. О! О! Вполне себе, да. Бодрит. Спасибо большое, спасибо. А вот в самую гущу событий, как, собственно, и в трущобах, рекомендуется заходить только в сопровождении опытного проводника. Просто несказанно удивлен. Мне казалось, что в век машинок уже все это неактуально. Да, ты на старейшей прачечной Дхоби Гхат. Дхоби в Индии исторически называют как раз группу людей, чья профессия – стирать и гладить вещи. Эту прачечную построили еще британцы в 18 веке, чтобы стирать форму военных. А сегодня она принадлежит правительству. Слушай, ну так то в 18 веке, когда машинок еще не было. Да, но сегодня прачечная продолжает существовать, потому что является большим бизнесом. Каждый день здесь стирается 200 тысяч вещей. А поскольку Мумбаи – большой туристический центр, огромная часть этих вещей доставляется из отелей. Ну и также из больниц и трущоб. А, то есть получается, простыня, на которой я сплю в отеле, вполне может быть здесь отстирана, да? Да, скорее всего, так и есть. Стирка одежды здесь вообще крайне дешевая. 10 рупий за штаны или рубашку. Неудивительно, что здесь задействована очень дешевая рабочая сила. Все люди, которые здесь трудятся, это не жители Мумбаи. Они приезжают на заработки из Северной Индии. 8 месяцев работают здесь. В сезон дождей на 4 месяца уезжают домой. Ну и потом возвращаются. Сколько они получают в день? Максимум 200 рупий. И эти деньги платит им государство. Сегодня это не то, что гроши. Это вообще ничто. Да, да. Более того, работники еще и должны платить государству аренду за эти бетонные ванны. 100 рупий в месяц. А вот одну только это, работой, можно обеспечить семью? Или те, кто здесь работает, совмещают еще с какой-то другой работой? Выжить на 200 рупий в день в Мумбаи, конечно, невозможно. Спасает лишь то, что эти мужчины на 4 месяца в год возвращаются домой. И там они работают в полях. Выращивают рис, например, овощи, чтобы прокормить себя и семью. Ну и находят возможность что-то скопить, пока работают в прачечной. Ну а как же можно накопить? Где они едят? Где они живут? Где они спят? Все работники живут здесь, вот в этих домиках вокруг. Это очень маленькие домишки, которые они арендуют в пятером, в шестером. Поэтому аренда выходит им в 500 рупий в месяц. Они почти не выезжают в город, чтобы не было лишних трат. А сколько часов они работают в день? Они начинают в 5.30 или в 6 утра и заканчивают в 6 вечера. А почему они начинают так рано? Потому что белье нужно вернуть в тот же день. Оно должно успеть высохнуть на солнце. Доброе утро. Доброе утро. Сколько одежды вы стираете за день? Каждый по 100 вещей. 100? Ничего себе. Слушайте, вы просто какой-то ударник труда. Скажите, а как вы получаете заказы? Как распределяется одежда здесь? Есть общие заказы, есть персональные. Получается, у вас есть постоянная клиентура, да, которая все время привыносит вам одежду? Да, так и есть. Случаются вообще ошибки, что можно перепутать заказ? Бирок никаких нет. У нас есть собственная система меток. Только мы их и понимаем. И поверьте, здесь никогда и ничего не путается. Спасибо вам огромное. Не будем вас больше отрывать от работы. О, получается, и машинки есть, да? Да-да, есть несколько машин. Они используются только для очень объемных и тяжелых вещей. И для таких же вещей стоят специальные сушилки. А теперь посмотри, как вещи крепятся и сохнут. Ой, правда. Без прищепок. Да, вообще нет прищепок. А как же они держатся? Они туго скручивают две веревки, и ткань вставляется в эти петли. А-а-а. Это очень экономит время работникам. Не нужно возиться с прищепками. Когда снимаешь вещи, просто дергаешь за ткань, и можно идти гладить. О-о-о. Слушай, как жестко их надо раздвигать. Это прям силы надо. Я вот даже палец мой держу. Только представь, сколько раз за день тебе нужно воткнуть палец в эту тугую петлю. Уже к концу одной веревки пальцы ничего не чувствуют, и появляются мозоли. А теперь подумай, сколько всего нужно развесить белья. Мне кажется, все руки стереть можно, пока ты так развесишь всю эту историю. Вот так делай. Смотри. Раз. Готово. Давай я попробую. Так, так, так. Значит, берешь. Да. Оп. За секунду. И вторую. Получается. Вот так. Только они это делают в четыре раза быстрее. Да? Правильно? Да, классно сделал. Ну что, друзья, в общем, немножечко освоил я, как правильно вешать без прищепок. Конечно, каторжный труд. Ужас. Вырваться из этого порочного круга нищенской жизни и низкооплачиваемого труда крайне сложно. Порой почти невозможно. Но шансы все же есть. Один из них любому индийскому ребенку может подарить вот этот человек. Раджеш Кумар Шарма, директор бесплатной школы под мостом. Раджеш открыл эту школу почти 20 лет назад. С тех пор у него появилось несколько преподавателей-волонтеров и несколько сотен учеников. Обратите внимание на школьные доски, повешенные на стене в ряд. Напротив каждой из них сидит отдельный класс. Мой сосед по напольной партии, например. Восьмиклассник. Что вы проходите сейчас? Метро в наших окружающих. Ага, ага. Если мы посмотрим на вашем окружающих окружающих, мы видим... Эладь. Эладь. Как его имя? Мой имя Виталий. Виталий. Как его имя? Мой имя Саджид Кумар. Вы говорите очень хорошо английский. Как вы отели? 14 лет. 14? Ммм. Какой возраст у вас? Урок не прерывается, даже когда над классами грохача проносятся вагоны метро. Никто, кажется, не обращает на это внимания. Здесь ребята по-настоящему очень хотят учиться. Такое вообще мало в какой школе увидишь. Роджеш, скажите, как вам пришла в голову мысль открыть школу под мостом? В свое время у меня у самого не было возможности получить полноценное образование. Это и стало одной из причин. Началось все с двух ребятишек, с которыми мы занимались, сидя под деревом. А потом, когда построили этот мост, который может защитить и от солнца, и от дождя, я задумался о целой школе. Вообще абсолютно не важно, где именно ты делаешь доброе дело. Главное ведь не место, а то, что ребята учатся. Что за дети здесь обучаются? Те, у которых нет возможности учиться в обычных школах. Нет возможности учиться. Почему? Потому что нет средств? Ну или потому, что этого не хотят сами родители. Ведь это время можно потратить не на учебу, а на зарабатывание денег для семьи. Наша задача – изменить мышление детей и родителей, убедить их, что учеба – это очень важно. А по какой программе вы учите здесь? Мы обучаем всем предметам, которым обучают и в государственной школе. Но поскольку у нас нет поддержки государства, аттестат мы выдать не можем. Но мы можем подготовить ребенка, чтобы он смог поступить в государственную школу и получить аттестат. Вы гордитесь своими выпускниками? Конечно. Мои первые выпускники уже работают инженерами. Сами посудите. Их родители абсолютно неграмотные, а дети смогли обучиться такой сложной профессии. Вам кто-нибудь помогает? Где дети берут учебники, тетради, ручки? Помогают неравнодушные люди, в том числе те, что живут неподалеку. Завозят и старые учебники и констовары. А художники, например, бесплатно разрисовали стены в нашей школе. Я обратил внимание, что здесь одни мальчишки. А где же девочки? Девочки тоже учатся. Они придут во вторую смену. Вообще, надо сказать, сначала я и правда обучал только мальчиков. А потом девчонки сами попросили в школу. Я осознал свою ошибку из 2015 года, обучая всех безразличий. Вообще, я считаю, что образованная девушка может обучить сразу три поколения. Своих неграмотных родителей, неграмотного мужа, а потом и своих детей. Это очень правильно. Я считаю, что вы делаете практически, ну, главное дело для детей. Вот. Потому что образование – это все. Ну что, парни, рассказывайте, нравится учиться в этой школе? Да? Да, смотри, у нас тут круто. Можно побегать, поиграть. Слушай, вот я любил в школу ходить, потому что у меня там были друзья. А ты здесь нашел себе друзей? А то. У меня здесь много друзей. Но учиться мне тоже нравится. И болтать со всеми. Я, кстати, заметил то, что ты болтать любишь. Мы тут с тобой сели, ты прям всю дорогу мне болтал, учителя не слушал. Ну, потому что ты новенький. Да, первый раз. Мне, кстати, здесь все очень интересно. Какой твой любимый предмет? Общество знания. А оценки у тебя хорошие? Ага. Да? Стройки есть? Проценты у нас. Мой – 73. Ну, это нормально. А у кого больше 73%? Сколько у тебя? 75%. Слушай, ну, 73% – это тоже хорошо. Когда я учился, у меня было 68. Так, кем ты мечтаешь стать? Врачом. Вообще класс. Дай пять. Хирургом буду. Ну, это очень легко. Ребят, спасибо вам огромное. Вы классные. Молодцы. Ребятки, я вам желаю иметь хорошие оценки и вырасти классными ребятами. Голубая мечта миллионов жителей страны и индийский город грез, где сбываются мечты одних и рушатся надежды других. Место, куда попадают единицы, вытянувшие счастливый билет. Все это Болливуд. Туда я и отправлюсь. Джои, что из себя представляет Болливуд? Болливуд – это название, которое появилось из-за Голливуда. Болливуд не был таким известным, но в какой-то момент он побил рекорд Голливуда, сняв 150 фильмов в год. Кстати, это лишь одна из студий, всего их больше 200. А в каком жанре снимается больше всего фильмов в Болливуде? Самый популярный жанр – экшен. Люди любят его из-за драк и зрелищности. Еще популярны комедии. Но даже в них, как и в любом фильме, всегда есть какой-то элемент экшена. Правда ли, что в болливудских фильмах есть язык жестов? И, например, если я читал «Девушка беременна» по сюжету, она падает в обморок, тем самым давая понять, что она в положении. Жесты имеют место быть. Но главное в наших фильмах не это, а музыка. Если герой плачет, об этом поется песня. Если смеется, поется песня. Счастлив – песня. Опечален – песня. Кто-то умер – песня. Кто-то родился – песня. Песня есть для всего. Это же вообще самое главное, за что мы всегда любили и любим индийские фильмы – за песни. А постельные сцены завершены? Отличная реакция. И побежала. Слишком уж откровенные сцены запрещены, но целоваться можно. Как и немного показывать тело. Конечно, совсем не в той мере, что в Голливуде. Ну что, мы прямо в гуще, в гуще самого процесса. Что здесь снимают? Вообще, эти декорации можно арендовать для разных целей. Например, для съемок телевизионной рекламы. Но сейчас здесь идут съемки ежедневного сериала «Пари и Ти». История о двух подругах – Пари и Нити. То есть это долгоиграющий сериал, да? Да, он идет уже два года. Сколько уже серий приблизительно вышло? Тысяча. Тысяча эпизодов уже было? Да. Что это вообще за выигры? Это чья-то квартира, да? Да, здесь живут герои сериала. Мы сейчас в гостиной. Одна спальня там, одна там. Ага, ага, ага. У тебя сейчас есть отличный шанс попасть на индийское телевидение. Ага. Ощущение, что вот сейчас мне скажут «начали» и мы начнем с вами что-то играть. С тобой даже я чувствую себя актрисой. Кстати, в съемках одной серии задействовано 100 человек. 100! 100 человек? Да, не включая актеров. Идет перестановка на новую сцену, судя по всему. О, простите. Ничего себе. Джоэс, я в детстве смотрел очень много индийских фильмов. Они были очень популярны в Советском Союзе. И очень часто локации были очень красивые. Пейзажи, побережье океана. Это тоже часть студии. Если нужно показать пляж или вид на море, мы обычно используем визуальные спецэффекты. Раньше мы, конечно, тоже выезжали на природу, но сейчас мы используем специальный зеленый фон, на котором все дорисовывается. Продолжение следует. Процесс. А это, кстати, наш режиссер. Долго длится съемочный день? По 12 часов примерно. А вы учились на режиссера, да? Нет. То есть просто начинали, 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 начинали и стали режиссером, да? Ну, талантливый человек во всем талантлив. Спасибо большое. А вообще учится на актеров в Индии? Нет-нет, здесь не обязательно иметь образование. Главное – иметь привлекательную, презентабельную внешность. Но совсем без таланта, думаю, не обойтись. Слушай, знаешь, ну вот у нас в России вообще недостаточно просто иметь хорошую внешность и уметь хорошо двигаться. У нас все-таки смотрят на то, насколько ты умеешь существовать правдиво в предлагаемых обстоятельствах. Я вижу в этом такую большую разницу между нашей индустрией и вот индийской индустрией. Вообще в Болливуде есть актерские курсы от студий, на которые люди приезжают со всей Индии, потому что мечтают стать актерами. Курсы эти дорогие, не каждый может себе позволить. И там не дают никаких гарантий, конечно. Агенты помогут с какой-нибудь небольшой ролью в небольшом шоу. А как сложится дальше, неизвестно. Как становятся актерами Болливуда? На самом деле в кино это крайне сложно, практически невозможно. Самый реальный шанс, если ты из актерской семьи. И по сути вся индустрия Болливуда – это множество именитых династий. Ну а потом Джоэ решила поместить меня, собственно, в предлагаемые обстоятельства. Я так и знал, что этим все закончится. Прям настоящая решетка, да? Не раздвинуть. Дай попробуем. Дай попробуем. Давай, давай, давай. Давай, пробуй, пробуй тоже. Пробуй, давай. Не получается что-то, да. Слушай, хорошую тюрьму сделали, знаешь, это на славу. Индия – страна, где начинаешь особенно ценить простые радости и блага. Здесь человеческое достоинство не измеряется заработанными деньгами. И любой труд вызывает уважение. Здесь крайне сложно добраться до вершины киноолимпа. Но мечту об образовании исполнить вполне реально. Здесь верят, что настоящий талант обязательно пробьет себе дорогу. Это я забираю с собой. Десерт пустяк. Именно так он переводится с английского, где, в котором он называется как trifle. Ты не знаешь, что это trifle. Я не знаю. В общем, бисквит или печенье, пропитанное фруктовым соком или ликером, фрукты, желе, взбитые сливки и такой вот порционный десерт в стаканчиках с лихвой заменит ваш торт, привычный на праздничном столе. Прямо сейчас мы с вами поделимся этим вкусным рецептом. Поэтому записывайте. Первым делом приготовим морковный бисквит. В просеянную муку добавляем разрыхлитель, корицу, имбирь и измельченные грецкие орехи. Все перемешиваем до однородности. В отдельной чаше смешиваем яйца, сахар, соль и взбиваем миксером до посветления и пышности. Теперь добавляем растительное масло без запаха и всыпаем в один прием все сухие продукты. На минимальной скорости миксера перемешиваем до однородности. Морковь натираем на мелкой терке и добавляем к нашей массе. Туда же натрем цедру апельсина или двух мандаринов. Осторожно перемешиваем тесто лопаткой. Готовое тесто перекладываем в форму и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Даем бисквиту немного остыть в форме, после чего извлекаем и полностью охлаждаем на решетке. Бисквит получается очень мягким, нежным и невероятно ароматным. Пока он остывает, займемся приготовлением конфитюра. Предварительно помытую в теплой воде облепиху измельчаем при помощи погружного блендера в пюре. Протираем массу через сито, чтобы удалить косточки и шкурки. Полученное пюре переливаем в сотейник и добавляем крахмал, сахарную пудру или сахар. И перемешиваем до однородности. Сотейник отправляем на плиту, доводим массу до кипения и кипятим одну минуту, чтобы крахмал начал свое действие. Масса загустела и теперь даем ей остыть до комнатной температуры. Когда все остыло, берем холодные жирные сливки и начинаем их взбивать на небольшой скорости, постепенно ее повышая. Когда сливки взбили до мягких пиков, всыпаем сахарную пудру и продолжаем взбивать до плотных пиков. Вместо сливок, кстати, можно использовать любой другой крем, который вам нравится. Теперь можем собирать наш десерт в стаканчиках. Слои чередуем друг за другом. Бисквит предварительно ломаем на небольшие кусочки. Сливки можно предварительно переложить в кондитерский мешок и отсаживать из него, а можно накладывать ложкой. Сверху украшаем десерт ягодами облепихии. Трайфл получается очень нежным, с легкой кислинкой и пряными нотками морковного бисквита. Приятного аппетита! А на этом мы будем с вами прощаться и желать прекрасного дня. Легкой среды в продолжение. Как всегда, завтра в это же время и увидимся, и услышимся. Это утро с вами начинали. Стэла Аксенова. Битрис Пивак. До встречи завтра. Увидимся. Пока. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин.